Яйца! Милый, завтрак готов! Скорей за стол, а то в школу опоздаешь! Мам, я не хочу сегодня в школу, я не выспался! Ты что, опять всю ночь? Простите, я глухой, мне нужно чуть громче. В телефоне сидел? Я делал уроки! Почему нам так много задают? Эх, мой ребенок совсем не готов ко взрослой жизни. Где же ему брать энергию для новых свершений? Где же ему брать энергию? Фокки! Фокки, Йоки, я здесь! Я явился, так сказать, и запылился! Старый добрый Фокки! Спокойно, мать, сейчас разберемся! Привет, лопух! Фокки, ты живой! Ага, а вот ты какой-то совсем полудохлый! Но ничего, у твоего принятия есть отличное решение проблемы! Фок-дринк! Видишь кто на упаковке? Фигни не посоветую! Сахар это энергия, так что забудь про сон спиногрыз! Занимайся своей домашкой, сколько влезет! Ну, за мамку! Ха-ха-ха-ха-ха! Твою мать, да сколько ж можно? Который думает шахарный? Поднимите его уже, давайте! Ну и в твою руку! Придурки! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ана, вы извините, других не нашел, брал на... на глаз! Не-не-не-не-не, все супер, я такие и ношу! Я хотел спросить, вы тут ночевать планируете? Что? А-а-а, не-е-е! Подумала просто, что будет логично сразу все вещи взять. Ну, знаете, фотка с семьей, степлер, учебники там, конспекты... Так, вы у меня институт в ШИИ. Только, кафедра маркетинга и рыночного анализа, да. И как, нравится? Ну, главное, что позволяет проходить практику в таких крутых компаниях как ФОКИНГ! Литерали, любой студент на практике. Ну что, поздравляю с успешным прохождением! В смысле, я же только пришла! А-а-а, как это хорошо! Это гениальна тема! Это гениалная тема для первой серии! Ваше рабочее место. Допейте-посидите, вы свободны. Погодите! Чёрт! Разве моя практика не подразумевает изучение условий содержания или интервью с Фоки? Кто это сказал? Преподаватель. У меня же диплом про москотов, как бы. У меня должно быть интервью. Ну вот ему и предъявляйте претензии. Сотрудникам разговаривать с Фоки запрещено. Так, располагайтесь. Рядом, если что, туалет, кулер. Будут вопросы, и они далеко. Ну и не забудьте потом печать на ресепшене поставить. До свидания. Что я вообще за один день успею? Я могу хотя бы его сфоткать для отчёта. Анна, не мешайте людям работать. Хотите фотографию? Пожалуйста. Коллеги, срочно! Нужна помощь на съёмках! Там Фоки снова... Короче, начальник обещал заплатить, но помощь нужна вот прямо сейчас. Работай за идею. Я готова! Супер! Ну всё, давай побежали. Алло, да-да-да, всё нашёл. Да брось ты тут свои вещи, потом заберёшь. Фоки, Йоки, Йоу, Фоки здесь и всем хеллоу. Ну и что тут сложного? А может, он вообще рот не будет открывать? Мы потом просто сами его переозвучим и анимируем губы на монтаже. Он справится. Не сомневаюсь. Слушайте, не хочу никого обидеть, но работать невозможно. Мои ребята не спят вторые сутки. Давайте хотя бы час перерыва. Слышь ты, убогий, научись сначала сценарии нормальные писать. Я тебе актёр или кто? Уволен! Он пошутил. Фоки, веди себя прилично. Так он первый начал! Поставь его на место! Ладно, пойду за кофе сгоняю. Альберт Альбертович, вот как вы и просили. Здравствуйте, меня зовут Анна. Отлично, спасибо. Нужно убрать площадку, вам дадут всё оборудование. Вот аванс. Гриш, проводи девушку до площадки. И перерыв полчаса для всех на время уборки. Слышь, а что у неё с ушами? Стойте, подождите, я хотела задать пару вопросов. Буквально пять минут. В мой кабинет. Да, плачь. А как же мой перерыв? Фоки. Ладно, ладно. Ай, как это хорошо. Там знак не курить на двери. И он курил. И... Опять не выспались? Это можно исправить! Ведь готовый завтрак Фокушке даёт заряд на целый день! Клопья Фокушки это полезный завтрак, обед, полдник и даже ужин для вашего ребёнка. Эй, дружок, попробуй Фок! Колька смотрел этот мульт, так и не выгнал шутку про уши. Так ты на уши её посмотри просто. Поверьте нам здоровье своих детей. Я сейчас надолго... Я сейчас... Ну, ведь мог раньше. Твою мать! Сука, вот так и знал! Ну посмотри, клубень, молокот, другие маскоты. Чем ты хуже? Сколько раз мне ещё повторять? Я не хочу больше в этом сниматься! Просто скажи, чего тебе не хватает? Свободы! Ну, давай устроим тебе отпуск после съёмок. Только прошу, возьмись, ты уже за ум. Столько куришь, материшься. Ну нельзя же так. Ты вообще слышишь, что я говорю? Ах да, тебе же все... Что, наверное, допустим? Так он не мой из интернета. Но я могу рассказать, как я её готовил. Да, было на меня насрать. Сидишь тут целыми днями на жопе, пока я пашу, как проклятый. Я тебе не игрушка! Пора бы начать считаться со мной! Я уже не маленький! Ты думаешь, я отдыхаю? Над нами висит огромная ответственность! Фок Инг, это не только ты и я! Это ещё сотни сотрудников, контрактов, заинтересованных лиц, спонсоров! И не все они довольны нашими результатами! И виноват, как всегда, я! Фоки! Не, ну а чё, легко на меня говно валить, когда это у тебя всё идёт по пике! Твой пик прошёл, смирись! У тебя бы было столько, что ты как дракон можешь просто валяться в золоте! А ты всё пытаешься кому-то чё-то доказать! Наху... Э! Слушай, я не хочу с тобой ссориться. Мы проделали огромную работу, и сейчас наша главная обязанность — сохранить этот труд! Сохранить Фок Инг! Сохранить нас! Я не выбирал эту работу, никому ничем не обязан! Чё происходит? Эй, алло! Это чё, вечеринка сюрприз? Фоки! Отпустите его! Я же помешал, что сразу справлюсь! Неделя ещё не прошла! Голедить не надо! Фоки, Фоки, не бойся! Папа сейчас разберёт! Не, не обижай, что-то вышло! Всё ещё можно исправить! Эй, прошу, не надо! Нет! Фоки! Что? ААААААААААА lazy У него вообще какая-то это... ЭТО Это мешок надели на голову, они верёвкой его замотали, и я подумал, что он умер в тот момент. Ааа, черзак! Блядь! Чуваки, а я не понял, вы типа мои фанаты, да? Я могу вам автограф дать, там баночку подписать! О, а может, вы мне и не нужны? Сколько угодно, а там, клянусь! Только это, давайте по-людски перетрем! Договоримся! Алло! Спасибо за тостер, спасибо за 5 месяцев, спасибо за поддержку, спасибо за всем, здорово, здорово, привет, крутой, крутой, вполне крутой. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Коллеги, только без паники, давайте действовать по протоколу. Во-первых, мы должны... Я буду сниматься в чем угодно, только прошу, пустите! Я вижу в этих гусях только в Hotline Miami маски. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Я буду очень удивлен, если окажется, что это не сон. Думал, от меток легко избавиться! Ха-ха-ха! 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 Ты посмотри, я тебе уже трубку! Добрый день! Вы позвонили на горячую линию суточку спасения. Если вы толете, нажмите одни. Если вы потеряли свой сумок, нажмите два. Если на вас напал моец, нажмите три. Если у вас пожар, нажмите гадь. Если у вас... В настоящий момент все операторы заняты. Пожалуйста, иди сюда. Сюда! Сюда! Все на выход! Задохнуться хотите? Отрывайте ткань, макайте в лужу! Или вы обыжем прогуливали? Все слышали девчонку? Быстрее! Давайте, давайте! Ну, ну же! Вы куда бежите, а? Сюда нельзя! Нам надо вниз! Работает только один выход! Вы меня слышите? Вниз! Блин! Короче! Я вас предупредила! И если что... Ой... Человек в маске это какая-то организация, которая этих маскотов издает, мне он не год их утилизирует. Мно. Может быть. Я не готовился к пожару на этой работе! Наверное, вы свободны. Завтра приходите пораньше. Без пятнадцати... Восемь. Опоздайтесь, не жубал. Какая еще практика? Я чуть не сдохла сегодня! Я вас не заставляю, можете не приходить. Я передам вашему институту, чтобы вы прогуляли. Стоило найти другое место для практики. В других местах только теория. Блин, это хорошо. Мне очень нравится, что вначале он хотел просто ее прогнать, а потом, когда он понял, что она может чистить грязь, ей теперь нужно приходить на практику. Все хорошо, я в метро. Слава богу, мы просто увидели в новостях пожары. Да, я поговорю. Подожди ты, мы пораньше к тебе тогда приедем, ладно? Нам купить что-нибудь по дороге. Захватите побольше пива и пачку пельменей. Пойдем за буро. Если бы этот чел попал в мой рюкзак, он бы умер там. Потому что я бы забыл о рюкзаке на пару месяцев, мне кажется. Ну типа... Я не знаю, у меня... Мне кажется, у меня вещи в рюкзаке скапливаются просто годами, потом в какой-то день я их чищу, и оно опять скапливается годами. А-а-а, дошла! А-а-а! Ты че забыл в моем чемодане? Пусти! Где мои книги? Выкинул! Так, я звоню в полицию! Нет! Не надо, давай обсудим! На колени! Ладно, ладно! Руки! Короче, меня пытались убить какие-то будилы в масках, причем в твоих же зданиях! Это вообще че это было? Но не по-любому ищут! Спрячь меня, умоляю! Успокойся и сиди на месте! Привет! А у тебя все хорошо? Ловите его! Там был кадр, когда он выкинул телефон из чемодана, а сейчас она по нему говорила, она только может два. Ты зачем его пельменями, ё... Ну, бутылку жалко было. Ха-ха-ха! Блин, жесть! Ну и денек у тебя! И че мне делать с этим дятлом? Ну, тут два варианта! Либо сдать его, либо разделать! Я утку хорошо готовить умею! Сева, ты дурак! А че? Это же настоящий живой маскот! Такой он лапочка! Ага... А, ну серьезно! В моей сумке его бы перемололось! Пить, пока его сдавать! Подумай! Такая возможность, тем более для твоего диплома! Ты предлагаешь его оставить? Ну да, хоть до завтра! Вернуть его ты всегда успеешь! А можно нож не возвращать? Крутой такой! Если бы за тобой шпионили... Сегодня днем полыхало многоэтажное офисное здание корпорации ФОК. К счастью, работники отделались легким испугом. А я видел, что ехал. Над пожарой сейчас разбирается следствие, репортаж с места событий. Я, это, был там, я сидел, я страшно, а потом смотрю в огонь и думаю, НИКУЮТА СЕБЯ! Я им ролик снимал двое суток, вот отошел на 10 минут за кофе, а они успели все мое оборудование спалить. Этика нулевая, разбираться буду через суток. Хорошо горит. Проблемы сопровождают ФОК уже долгое время. Весь последний год репутация корпорации стремительно падает, а вместе с ней и стоимость акций. Всему виной скандалы, связанные с ее маскотом Фокки, из-за которых компания-производитель Лунатик планировала его конфисковать. Альберт Фокман не дал никаких комментариев... Это ссылка на OnlyFans? Или что? ...планировала его конфисковать. Альберт Фокман не дал никаких комментариев... Ну, давайте посмотрим на это с другой стороны. Детали не утекли. Я про ритуал, про жреца, про Фокки... На территории здания его не нашли, а далеко он уйти не мог. Я уверен, что он жив. Есть же записи с камер наблюдения, очевидцы. В конце концов, это же Фокки. Я найду его. Вы согласны с тем, что контрольную ситуацию стоит передать в наши руки. Пу-пу-пу. Пу-пу... Чу-ни-ха-э. Ну и как вам, Чат? Там сцена после титров, хорошо, я не врубаю. Эээ». Эээ. «Тит кастелс», спасибо большое за целый год за поддержку, все задресали. Здорово. Имба, золото, топ, отлично. Чё за Китайцы? Ну, Китайцы это первый владельец компании. Что? Золото? Мммммм… Не, это не было сном в итоге. Это в итоге не было сном. Эээээ... Горшок ты зачем? Ммм. Думаешь, он достанет до унитаза? но подгузники лучше все равно надень мало ли спасибо вам правда это настоящий ты спасибо огромное за 200 как сильно помогли я сама со всем разберусь а если он начнет буянить надеюсь это он там яичницу жарит мне понравилось не знаю насколько корректно с объяснялки нами сравнивать этот сериал потому что авторы разные ну и там и там их сандук есть конечно но но да блин но главное чтобы их купил кинопоиск главное чтобы их купил кинопоиск потому что насколько я понял это пилотный эпизод для того чтобы ну вот да контакт имейл чтобы какая-нибудь компания увидела это такая типа мы хотим развлекать не только детей можно ли купить права на это добро купят ли не знаю но завязка очень крутая завязка очень интересная конечно завязка прикольная из этого сериал определенно может получиться ну в плане анимационный да но как бы не знаю не знаю не знаю не знаю еще не видел ценечка я посмотрю ты купи не я не думаю что у меня много денег настолько ребята да да